А пока Билли завоевывает западный рынок, страны СНГ взрывают треки октауского рэпера Ган Веста. Яркая и постоянно меняющаяся внешность, неординарное звучание и полные лирики тексты. С чего началось восхождение хип-хоп-исполнителя? Свой творческий путь Ган Вест начинал с кастинга в популярный лейбл Blackstar. После трех отказов работы в одноименном магазине, Руслан, устав от неудачных попыток, задумался о сольной карьере. Я очень рад, что я все делаю сам и не завишу ни от каких лейблов. Определенно, Ган Вест образец упорства и веры в себя. Но даже у самых уверенных в себе людей бывают минуты отчаяния. Был момент в 2018 году, когда тебе сказал, если я в 2018 году на музле не вывезу, уйду в барберс, буду там супертоп, не знаю, стилистом, например, да? Ну, то есть, если бы я не в музыке, я бы ушел туда с головой тогда, и там было бы супер, барбером бы стал. Но, как бы, сегодня меня услышал. Не последнюю роль в становлении Руслана как артиста сыграла его яркая внешность. Как признается Ган Вест, он всегда мечтал о татуировках, цветных волосах и маникюре. Просто место и время были не те. Все равно у себя в городе я себя всегда чувствовал каким-то изгоем. Ну, потому что меня никто не понимал там. Ну, там это все ненормально. Огорчает Ган Веста и отношения старых знакомых. Он поддерживает связь только с теми, кто был с ним с самого начала, а тех, кто слетелся на его успех, игнорирует. А до этого меня все дурачком считали. Ну, типа, то, что я там, ой, кому ты нужен, зачем тебе там Москва, почему ты там в Москве. Сейчас мне так надоедают, пишут, что-то хотят. Звонят моим менеджерам. Чужое мнение артиста уже не интересует, ведь он нацелен на новые рубежи. Пусть они считают, что я там зазвездился. Это лицемерие, когда за глаза тебе говорят гадости. Я просто знаю этих людей. За глаза говорят гадости, а потом мне пишут, пытаются со мной найти общение. Мои глаза, ты ведь...